Друзья, я DOF. Всех приветствую. Сегодня у меня Huawei P8 Lite. Нужно поменять крышку и поменять дисплейный модуль. Дисплейный модуль на него стоит 20 евро. Ну и плюс замена. Упрощаем телефон. Телефончик у нас немного гнутый. Я думаю видно глазом. Если поставить еще что-нибудь ровное, я всегда измеряю стеклом, можете увидеть насколько это 2-3 миллиметра. Поэтому после снятия дисплейного модуля, надо будет его чуть-чуть выгнуть. Посмотрим там по обстановке, в зависимости от системной платы. Так, ставлю на сепаратор. Тот самый дисплейный модуль, который стоит 20 евро. Я беру где-то 50 за все. 50-40 в зависимости от клиента. Тоже модель телефона. Дисплей хорошего качества. Дисплейный модуль. А вот эти. Крышка. Вроде бы проклеенная. Но все равно посадим на клей. Можете посмотреть какой толщины и двусторонний скотч. Вообще ни о чем. Естественно держать он не будет. Учитывая, что еще и телефон гнутый. Поэтому обязательно на клей и на зажимы. Итак, сепаратор 100 градусов. Крышка поднагрелась. Сейчас попробуем снять. Здесь у нас еще отпечаток на 17 модели. На 17 году. Поэтому, честно говоря, не помню, что там. Шлейф либо прямой разъем. Сейчас мы посмотрим. Да, там у нас шлейф. Достаточно длинный. Что позволит нам удобно отстегнуть. Снимаем заглушку. Отстегиваем. Отстегиваем. Отпечаток. Все это дело надо будет нам снять чуть попозже. Также на сепараторе. Снимаем заглушку батареи. Здесь у нас есть возможность сразу проверить дисплейный модуль. Поэтому давайте сразу это сделаем. Включаем телефон. Так, здесь у нас всего один кабель. Идет от дисплейного модуля. Все управление внизу. Тач, подсветка. Снимаем. Системку снимать не надо. Снимем. Я так думаю. Тут надо будет снять по любому батарею. И нижний модуль. Еще не знаю. Не вижу шлейфа. Скорее всего, что нет. Итак, загрузился телефон. Проверяем бегло. Все работает. Включаем аппарат. Включаем батарею. Не будем рисковать. Ставлю телефонный сепаратор дисплеем вниз. Разогреваем телефон до 100 градусов. Там буквально пару минут. Вот. И снимаем. Если шлейф идет под батарею, то сразу снимем и дисплейный модуль, и батарею. Пока ставлю на паузу. Так. Давайте попробуем оторвать батарею. Аккуратно. В этом плане, конечно, неудобно. На данных моделях нет никаких приспособлений, чтобы потянуть и вытянуть батарею. На айфоне, к примеру, или на многих других моделях. Huawei почему-то этого не делает. На некоторых моделях, конечно, есть. Это модель 2017 года. Я считаю, могли бы что-нибудь придумать. Достаточно сильно приклеена батарея. Хочешь, не хочешь, придется ее деформировать. Что еще важнее, главное не повредить обшивку, иначе ей будет просто хана. Аккуратно. Вот так вот приклеена достаточно сильно. Вот что у нас с батареей, но ничего страшного, мы ее сейчас выпрямим. И это учитывайте, что еще температура телефона. Я разогрел на сепараторе. На холодном вообще не вариант вырвать ее. Все. Установили форму, обшивку не повредили. Работать будет без проблем. Итак, сняли батарею. Как я и предполагал, вот он шлейф. То есть здесь снимать, по сути, еще не надо будет. Ни нижний модуль, ни системную плату. Вот. Подостыл, пока снимали батарею. Сейчас попробую снять. Спасать его не надо. У нас стекла на Huawei их никто не меняет. Я не знаю вообще кто-то меняет их. Вот так вот. Снять дисплейный модуль намного проще, чем батарею. И так. Смотрим, что у нас тут. Тут у нас все проклеенное. Подсветка. Поэтому снимать отсюда ничего не будем. Единственное, защиту динамика. И все. Никаких прокладок на камере. На отверстиях датчика камеры еще нету. Очень пыльная, конечно. Сразу ставлю ее на место. Ну и давайте посмотрим, что у нас с корпусом. Корпус у нас погнутый. Вот можете посмотреть на сколько. Поэтому аккуратно его выгибаем. Только так, чтобы это ни в коем случае не коснулось системной платой. Иначе можно перестараться. Теперь я выберусь. Ну и неожидан. Постой, чтобы это было проще. Вот так. Попробуем. 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 ну вот отлично здесь даже чуть-чуть перегнул я но это не страшно все супер нужно клеить здесь вот остался кусок двустороннего скотча на которой был прилеплен дисплейный модуль давайте прикинем проверим зазоры все нормально лепить будем на клей снимаем этот кусок он нам здесь и нужен вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно на рамку достаточно широкая, можно и на дисплейный модуль, без разницы. Давайте, наверное, сделаем на рамку. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее, я также не хочу сделать DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Включаем Добавляем Здесь можно нагреть феном Можно на сепараторе Продолжение следует... 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 Продолжение следует...